В Центральной библиотеке имени Есенина состоялся праздник книги с издательством «Аврора». Специальным гостем мероприятия стала Надежда Доронина, писатель и блогер, автор телеграм-канала «Историк в телефоне». На творческой встрече побывали и мы. Бурными овациями читатели библиотеки имени Есенина приветствуют гостю из Сызрани. О популярности блога «Учителя истории» Надежды Дорониной можно судить по количеству гостей, которые пришли на творческую встречу. Вы читаете мои посты, вы видите, как я пишу, нестандартно, необычно, сарказм, ирония, оживление истории, потому что когда блог создавался, мне казалось, ну вот я попробую, но не получится, не получится. Но все получилось, и Надежда Доронина уже презентует свою первую книгу во многих городах России. Ожившая история – это своеобразный сборник ее постов, которые она пишет на протяжении нескольких лет. Сегодня у автора блога многотысячная аудитория подписчиков. Я действующий учитель, я также классный руководитель в школе, но я теперь учу людей еще по всей стране, ведя свой блог и рассказываю историю. Меня подтолкнула мысль о том, что я хочу рассказывать историю, чтобы выйти за пределы школьной программы и рассказывать то, что я знаю, потому что у меня огромная, хорошая библиотека дома, и я знаю больше, чем мне хватает 40 минут уроков, чтобы детям рассказать. И это стало главной причиной, почему я вышла за пределы, скажем так, школы. Идею оформить посты в книгу Надежде Дорониной предложила генеральный директор издательства «Аврора» Юлиана Черемская. На встрече она подробно рассказала об их творческом тандеме. Я очень рада, что я пришла, надеюсь услышать что-то интересное, новое, то, что я не знала. Читаю, подписываю на канал, ну, года три, наверное, точно. Все душевно, жизненно и по-настоящему. Нет ничего искусственного, не знаю, вот что-то родное. Сейчас историк в телефоне работает над второй книгой. Также в планах популярного блогера выпуск пособия для подготовки к ЕГЭ и, конечно, дальнейшее развитие в интернет-пространстве. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...